Девушки отдыхают В его состав входит красная фасоль, зеленая слива и кардамон Это очень хорошее вино Снова вы? Мы виделись с вами в храме богини персикового цвета И вот теперь снова Нас прямо судьба сводит Могу я присесть? Прошу вас Вино забвения Один глоток, и вы забудете все тревоги Один глоток, и в аромате вина растворятся все печали Что бы вам хотелось забыть? Помнится тогда, в храме Вы молились богине персикового цвета За мужчину, которого любите Теперь из-за него вы пьете вино Я смотрю, вы очень чувствительная натура На самом деле Мир огромен Ни к чему так переживать Из-за одного человека Спасибо, что стараетесь меня утешить Господин, зачем вы налили так много? Чтобы выпить с вами Разве ваша чаша не наполнена до краев? Господин, я благодарна вам За вашу искреннюю поддержку Но Это только мои печали Вы не обязаны делить их со мной Я говорил вам Что у меня была любимая женщина К сожалению Мы не смогли долго быть вместе Да, вы говорили Чтобы забыть о прошлом Я решил отпустить ее И быть вместе с другой женщиной Она послушная, даже покорная Но В ее сердце другой мужчина Оказывается Чувства тоже могут причинять боль Давайте больше не будем об этом говорить Давайте выпьем этого вина И забудем несчастливое прошлое Давайте Моя фамилия Гэн Госпожа, а вас как зовут? Случайная встреча не обязывает к знакомству Нет необходимости называть имена Уже поздно Мне нужно идти Если это и правда судьба, мы еще встретимся Берегите себя Повелитель, четверка избранных по приказу Джуге Джинво Сопровождает наложницу в Лунси Что нам предпринять? Не надо спешить Если не отпустим их с миром, они нас заподозрят Джуге Джинво уже подозревает мою наложницу Он уверен, что пропажа императорской печати моих рук дело Повелитель Если наложница с ними, боюсь, что... Пусть все идет согласно их плану Сопровождают мою наложницу Посмотрим, что они там задумали Что насчет императорской печати? Императорская печать в безопасности Продолжай следить за ними Если появятся угрозы императорской печати Ты знаешь, что должен делать Я понял Джуге Джинво, ты так далеко в столице, но пытаешься одолеть меня? Даже послал сюда этих ребят? Ты слишком высокого мнения о себе Вам нельзя входить Аньшиген Ты снова сможешь двигаться через два часа За мной Вутин, ты придумал способ спасти Жуень? Действуйте! Давай Готова? Не бойся Я с тобой Жуень! Жуень! Девушка! Зачем снова пришла? А вы зачем? Сейчас она полумертвец Никакое лекарство ее не спасет Хочу с ней поговорить В пучине Море страданий Ничего кроме страданий не остается Девушка Уходи Уходи! Жуень! Уходи 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 Тебя прийти Тебя запугивали И угрожали Я... Неважно Сперва нам надо выбраться отсюда Идем со мной Откуда там появился кто-то Владеющий искусством чтения мыслей? Госпожа Жуень Лимо точно тебя разбудит Скорее Убирайтесь Жуень Помоги мне Жуень Спаси меня На помощь На помощь Кто вы такие? Это Лоу Цан и Дзэду Они жестокие хранители пещеры, взвращенные ненависти Небесные боги обладают исключительной силой Почему не бежите? Кто ваш хозяин? Немедленно отвечайте Огонь судного дня сотрясает небо и землю Нет Как горячо, горячо Спасите, помогите Лимо Держись Ты должна быть сильной Как горячо Спасите меня Госпожа Чу Жуень и Вутин были предназначены друг другу Сегодня я непременно освобожу ее Госпожа Чу, скорее уходи Ты сгоришь заживо Я не боюсь сгореть заживо Нужно выяснить, кто причиняет тебе вред Они очень сильны Ты не сможешь их одолеть Пусть не смогу победить Но я буду бороться Госпожа Чу Нет Госпожа Чу А что остается добиться успеха Я не боюсь Жуень Вутин по-настоящему тебя любит Никогда не забывал тебя Боли востраданий в десять В сто раз сильнее этой Ты не можешь сдаться Госпожа Уступи им Не хочу, чтобы ты из-за меня пострадала Ты должна быть сильной И ты снова встретишься с господином Вутином Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 есть такой поразительный человек, способный разрушить мой контроль над разумом. Бутин? Это ты? Жуень, ты очнулась? Бутин, что случилось с твоими глазами? Забудь о моих глазах, хочу тебя освободить. Золотую клетку можно открыть только изнутри. Скорее открой её, быстрее. Бутин. Жуень. Как это могло случиться? Золотая клетка открылась. Здесь императорская печать. Так вот, где была спрятана императорская печать. Нет. Брат Лен. Лимо. Как госпожа Жуень? Она очнулась? Она в порядке. Она вместе с Лутином. Как ты? Я в порядке. Больше ни о чём не думай. Хорошо отдохни. Ты что-то хотел сказать? Я всегда буду рядом. И присмотрю за тобой. Ладно. Отдыхай. Поспи. Вот, выпей противоядие. Выпила? Бутин. Мои глаза не такое важное дело. Ты очнулась, и мне спокойно. Этот яд тысячи ароматных яств распространился по всему телу. Думаю, мне недолго осталось. Не говори так. Не позволю тебе умереть. Если бы госпожа Чуни спасла меня и не заставила задуматься о жизни, я бы до конца своих дней просидела бы в золотой клетке, находясь под чужим контролем. Жуень, все эти годы ты была в моём сердце. Прошло столько времени. Почему ты не забыл меня? Дни, проведённые с тобой, были самыми счастливыми. Самое благословенное время. Как я мог забыть? Ты до сих пор держишь при себе нефритовую флейту зелёного ветра? Помню тот день и час, когда подарила её тебе. А ты меня поцеловал. Судьба играет людьми. Пусть прошлое остаётся в прошлом. Мы всегда будем вместе. В этой жизни мы больше никогда не расстанемся. Повелитель, четвёрка избранных обнаружила императорскую печать. Ваша наложница у них. Боюсь. И что с того? Повелитель! Повелитель, вы обманули меня! В чём я тебя обманул? Как императорская печать оказалась в золотой клетке? Если бы не императорская печать, стал бы я тебя беспокоить. Сейчас золотая клетка открыта. Вашу наложницу императорскую печать увезла четвёрка избранных. Ты отвечала за сохранность наложницы повелителя Аня и императорской печати. Сейчас они попали в руки четвёрки избранных. Как ты посмела показаться на глаза повелителю? Повелитель, я хочу лишь отомстить. Не желаю участвовать в восстании. Ты думаешь, что в жизни всё так просто? Я не понимаю. Я тебе сейчас разъясню. Наш противник – это Повелитель Джу. Он единокровный брат императора. Джун Гэ Джен Во – его хороший друг. Учитывая эти сложные отношения и связи, думаешь, его можно победить с наскока? Для меня это не имеет значения. Я просто хочу отомстить. Вы использовали меня, чтобы тайно вывести императорскую печать. Я не соглашалась на такое. С самого начала я планировал с помощью императорской печати полностью их уничтожить. Когда я стану императором, они, конечно же, окажутся в тюрьме. Тогда ты сможешь отомстить, кому пожелаешь. Я не стану помогать вам в разжигании мятежа и захвате власти. Я сейчас же разрываю все связи с Повелителем. Между нами больше ничего нет. Повелитель, мне ее вернуть? Не стоит. Она вернется сама. Тогда что мы будем делать? Добыв императорскую печать, четверка избранных вернется в столицу. Нам надо выяснить, какую дорогу они выберут. Верно. Зная, какой дорогой они будут возвращаться, мы сможем устроить засаду. Я уничтожу их и верну Повелителю императорскую печать. Похоже, тебе известно, что у меня на сердце. Выяснилось, что императорская печать была спрятана в золотой клетке. Аншиген использовал наложницу, чтобы тайно вывести императорскую печать. Наконец, раскрыта тайна связи между Аншигеном и Вэнджу Юем. Их целью была императорская печать. Аншиген тайно вывез императорскую печать из столицы. Должно быть, он планирует мятеж. Лен Цюэ, ты волнуешься о Лимо? Лимо воспользовалась искусством чтения мыслей. Она потратила много сил. Похоже, на её выздоровление потребуется какое-то время. Как же Йень тазмел? Причина её неподвижности была в том, что её разум контролировал Аншиген. Контроль разума? Контроль разума – это управление действиями и сознанием человека. Поэтому он полностью подчиняется. Неудивительно, что Жуэнь так себя вела. Её контролировал Аншиген. Тогда это объясняет, почему всё это время Жуэнь не спала, но не выражала никаких эмоций. Оказывается, её разум был под контролем. Искусство управления разумом сжигает внутренние силы, как огонь, масло в лампе. Медленно, каплю за каплей. К счастью, Лимо применила искусство чтения мыслей и спасла Жуэнь. Иначе госпожа Жуэнь была бы истощена, её духовная сущность полностью разрушилась бы. Мы уже нашли императорскую печать. Нам следует как можно скорее отвезти её в столицу. Есть пять дорог, по которым можем вернуться в столицу. Самое главное – обеспечить безопасность. Верно. Чтобы защитить императорскую печать, надо выбрать самый короткий и безопасный путь до столицы. Может, поступим так? Давайте всё проверим и выберем маршрут. Брат Лен, мы с тобой вместе проверим дорогу. Яухуа, лучше я останусь и присмотрю за ними. Тогда ты останешься на постоялом дворе, а мы проверим дороги. Точно, Ии, Худэ и Хайтан могут помочь. Я пообещала Тэшоу, что смогу стать хорошим человеком. Даже если умру, не превращусь в ядовитую девушку. Но если не буду принимать яд, то умру. Неважно. Будь что будет. Ии! Ии! Что хотел? Ии, полдня тебя искала, никак не мог найти. А ты вот где была. Я заскучала на постоялом дворе и решила прогуляться. Понимаю. Столько всего произошло. У всех плохое настроение. Выйти на прогулку и проветриться – хорошая идея. Хочешь со мной прогуляться? Лимо пострадала, но она разбудила госпожу Жуень. Но Жуень всерьез отравлена тысячей ароматных яств. Все очень волнуются. Вутин постоянно рядом с Жуень. Ни на шаг от нее не отходит. Да, любовь в Утина Кжуень достойна самого искреннего восхищения. Когда-то я тоже считала, что найти любимого человека – это огромное счастье. Жаль, что… Жаль, что для их любви так много препятствий. Возможно, именно любовь, выдержанная множеством испытаний, и есть самое ценное. Ии, ведь и наша любовь может стать такой. О чем задумалась? Размышляю. Что будет с Вутином после ухода Жуень? Если однажды Жуень уйдет, Вутин наверняка последует за ней. Когда истинная любовь потеряна, каждый день превращается в пытку. Вутин предпочел бы умереть. Ты шоу. Если меня однажды не станет, ты последуешь за мной? Глупышка, ты же сейчас рядом со мной в полном здравии. Пойдем. Принцесса Цзилу. Уже стемнело, а тебе не спится? И вам тоже, принцесса. Когда я думаю, что Чулемо вечно липнет к моему брату Лену, я так злюсь. Как тут можно уснуть? Тебя это тоже беспокоит? Раньше я думала, что ты мне враг. А сейчас выходит, что настоящий враг это Чулемо. И что нам делать? Брат Лену, его сердце Чулемо. И с этим ничего не поделать. Я никогда с этим не смирюсь. Как можно сравнивать меня, принцессу, с этой глупой служанкой? Я верю, что однажды настоящее чувство получит ответ. Мы с Тешо удержались за руки. Кажется, я должна быть счастлива. Но почему на сердце тяжесть? До конца дней я буду ядовитой девушкой, презираемой людьми и неприемлемой для праведников. А ты избрана небесного управления. Мы с тобой совершенно разные. Думала, что можно гордиться тем, что владела адской ладонью. Но сейчас я ненавижу свою руку. Я принял решение. Я увезу Жуень. И куда вы поедете? В место, где будем только мы. Ты действительно решил сбежать с Жуени, спрятаться от мира? Я многим ей обязан. Хочу хоть что-то сделать для нее. Я поддерживаю тебя. Мужчина не должен позволять страдать женщине, которую он любит. Я так поступаю, чтобы отвести от Жуень беду. Но сейчас больше всего меня волнует то, что Аньши Ген не отпустит вас. Он точно что-нибудь придумает. Боюсь, он что-то предпримет против вас. Но если он снова решится разрушить вашу любовь, тогда ему придется сперва встретиться с нами, четверкой избранных. Не хочу вас в это втягивать. Мы братья. Раз у меня есть такие братья, то мне не о чем больше просить в этой жизни. Поэтому, надеюсь, ты все объяснишь наставнику. Не волнуйся. Я помогу. Но ты должен пообещать мне. Перед уходом ты должен вылечить свои глаза. Это гарантия вашей безопасности. Спасибо, брат. Брат, ты шел. Прошу, позволь мне назвать тебя так в последний раз. Мы больше не встретимся. Не спрашивай меня, почему. И не ищи меня. Йи-и. Госпожа Жуень, это я, Лимо. О, прошу, входи. Как самочувствие? Тебе лучше? Мне уже лучше. Присаживайся. Госпожа Чу. Благодарю, что разрушила контроль разума и пробудила меня. Я никогда не забуду, что ты спасла мне жизнь. Не говори так. Ты очень важна для господина Вутина. Все счастливы, что ты пробудилась. У тебя слишком доброе сердце. Если у Вутина есть такие друзья, то он благословлен на три жизни. Раньше в небесном управлении он очень заботился обо мне. Друзья помогают друг другу. Кстати, я кое-что не могу понять. И что же? Господин Вутин говорил, что тебя нет в мире живых. Но, на самом деле, в день свадьбы, мое сердце было против. Поэтому я совершила самоубийство в Паланкине. Потом Аньшиген спас меня. Так что... Так что в благодарность ты вышла за него замуж? У Аньшигена невероятная власть при императорском дворе. К тому же... Он просто запер моих родителей в большом доме. У меня не было другого выбора, кроме как выйти замуж. Так вот, как это вышло. Теперь вы с господином Вутином снова встретились. Собираешься быть с ним рядом? Мы очень скучали. Отныне... Каждый день, как подарок. Не надеюсь быть вместе в вечность. Просто... Хочу, чтобы он был рядом. Ваша любовь меня восхищает. Госпожа Чу. У меня... Есть одна просьба. Какая? Моё отравление слишком серьёзно. Знаю. У меня не так много времени осталось. Когда... Меня не станет... Надеюсь... Ты вместо меня позаботишься о Вутине. О чём ты говоришь? Вы точно будете вместе. Вы с таким трудом смогли вновь обрести друг друга. Тебе не стоит так говорить. Как только увидела тебя... Знала... Что ты хороший человек. Я доверяю тебе, Вутино. И мне спокойно. Я понимаю, Вутино. Он пылкий и страстный человек. Его любовь глубока. Не то, что у других. Когда я покину этот мир... Надеюсь... Ты останешься рядом с ним. Госпожа Жуень... После того, как меня не станет... Что я желаю ему... Счастья... И спокойной жизни. Иначе, когда окажусь в ином мире... Мне... Не будет покоя. За всю свою жизнь... Я никогда никого ни о чём не просила. Госпожа Чу... Сегодня... Я умоляю тебя... Верю... Что ты не откажешь умирающему человеку. Обещаешь мне... Не нужно об этом говорить. Ты точно поправишься. Обещаю тебе. Спасибо тебе. Фэй-Фэй, это тебе. Давай прогуляемся. Лин и Ии... Забудь обо всём. Притворись, что ничего не произошло. Ии-И! Ии-И! Почему? Почему ты оставила мне это письмо? Объясни, почему. Потому что ты мне больше не нравишься. Что же произошло? Хочешь уйти из-за этого? Это тебя не касается. С этого момента у тебя свой путь, а у меня... Из-за меня ты изучала технику адской ладони. Я несу за тебя ответственность. Я не нуждаюсь в твоей опеке. Ответь мне тогда, оставив меня, куда ты решила направиться. Мир огромен. Найдётся и для меня местечко. Куда ты можешь пойти? Твоих родителей нет в живых. Тебе не на кого положиться. Хватит больше ни слова! Знаю, что ты винишь себя. Эта адская ладонь превратила тебя в ядовитую девушку. Боишься, что разонравишься мне. Думаешь, что недостаточно хороша для меня. Раз ты всё знаешь, отпусти меня. Мне всё равно. Мне не важно, ядовитая ты девушка или нет. Мне правда всё равно. Как может избранная ядовитая девушка быть вместе? Я сделаю тебя посмешищем для других. Чем думают другие, это их дело. Я верю, что ты сможешь потихоньку от этого избавиться. Что бы ни случилось, давай будем вместе. Ладно? Не уходи. Без пилюли мёртвы. Я не могу присоединиться к мятежникам. Может вернуться к Аншигену за противоязием? Ну уж нет. Он использовал меня. Я не могу присоединиться к мятежникам. Не стану вместе с Аншигеном разрушать империю. Даже если умру, не вернусь. Так скучно в комнате на постоялом дворе. Эта чулеймо заслуживает смерти. Вырядилась в одежду брата Лена и гуляет себе. Так больно на это смотреть. И брат Лен относится к ней как к сокровищу. Вы уронили мою вывеску. Кусок изношенной ткани. Одна сломанная палка. Такое грандиозное событие. Девушка. Прекрасный лоб, брови в разлёт, носик изящный. Сразу видно лицо удачи. Да только ваш дух в смятении. На вашем лице плохая аура. Вас во всём постигает неудача. Ничто не складывается. Как вы узнали? Вы должны понимать эти слова. Божественные предсказатели. Если что-то идёт не так, за дело берётся божественный предсказатель. Я помогу вам избавиться от неприятностей и решить все проблемы. У вас есть такие способности? Не верите? Испытайте меня. Вот, присаживайтесь. О чём хотите спросить? О доме, здоровье или о предстоящей судьбе? Предстоящая судьба. Предстоящая судьба. Хочу узнать, как заставить брата Лена полюбить меня. Сначала заплатите, а потом подробно отвечу. У меня нет денег. Нет денег? Вы так дорого одеты, но у вас нет денег. Тогда уходите. Помогите мне, предсказатель. Я никогда не работаю даром. Идите отсюда. Я с детства никогда не носила с собой деньги. Нет денег. Разговор окончен. Я сразу приметил, что вы из богатых. Теперь я предскажу вам будущее. Дайте мне вашу руку. Прислушайтесь не спеша к своему сердцу и поймёте. Уйти? Сяо Хэ под луной преследует Хан Синя. Учёный Сян Джу спешит убежать. Всего одно слово. Беги. Что это означает? Если вы уйдёте, то человек, что последует за вами, позаботится о вас. Если он не станет искать с вами встречи, значит, он к вам равнодушен. Это довольно разумно. Вы ходите на первую встречную дорогу, но чем дальше, тем лучше. Чем дальше, тем лучше? Чем дальше вы уйдёте, тем труднее ему будет вас найти. А это значит, что он о вас очень сильно заботится. Вы правы. Я пойду. Хорошо, но запомните слово «беги». Спасибо. Присаживайся. Господа Жуень, сильно не волнуйтесь. Глазам господина Вутина станет лучше. Жуень, не беспокойся. Зрение ко мне вернётся. Из-за меня ты так сильно пострадал. Боюсь, что... Не волнуйся. С моими глазами ничего не случилось. Всё будет в порядке. Лимо права. Давай, снимем повязку. Твои глаза были долгое время под повязкой. Они привыкли к ней. Подожди и медленно их открывай. Не спеши. И как? Вутин? Ты можешь видеть меня? Жуень. Ты меня видишь? Да. Дай мне хорошенько тебя рассмотреть. Я... Изменилась. Изменилась. Так что не похоже на прошлую Жуень. Нет же. Ты ни капельки не изменилась. Ты всё ещё прекрасна. Мой Вутин тоже не изменился. Нисколько не изменился. Замечательно, что твои глаза излечились. Я уже осмотрел окрестности и оценил дороги, ведущие в столицу. К югу от постоялого двора находится город Дзюнянь. После города Дзюнянь пройдём вдоль скалы Досин. Это место полно скал и спусков. Там трудно устроить засаду. Так будет безопаснее. Мы с Джуэмином осмотрели гору Тигра. Дорога идёт высоко в горах. Внизу лежит невероятно глубокое озеро. Там довольно опасно. Но это дорога. Короче, идущая мимо скал Досин. Верно. Главное найти самую короткую дорогу до столицы. Ладно. Раз трудно попасть в засаду у скал Досин, тогда отправимся по южной дороге. Скалы Досин. Ты наконец-то очнулась. Это я спас тебя. Вы лицемерный предатель, который готовит мятеж. Не желаю вас видеть. Куда собралась? Неважно, куда я пойду, я не собираюсь принимать участие в мятеже. Не забывай, что никто не сможет создать противоядие от моей пилюли мёртвое тело. Тогда я просто закончу эту жизнь. Разве ты не собиралась отомстить за своих соплеменников? Кровная месть. Или уже забыла, что повелитель Джул уничтожил весь твой клан за одну ночь? Если и собралась умирать, не стоит спешить. Ты когда-нибудь думала, как пройдёт встреча с соплеменниками в ином мире? А ведь было бы неплохо, если бы ты умерла. Повелитель Джу сможет спать спокойно, не тревожаясь по ночам. Он сможет тайно улыбаться. Если умрёшь, некому станет ему отомстить. Если умрёшь, что станет делать Ленсюэ? Уходи. Видеть тебя больше не желаю. Повелитель, я была не права. Я должна отомстить за клан волков. Я готова подчиниться повелителю. Раз так, вставай. Я поступаю так ради твоего же блага. Повелитель, докладываю, четвёрка избранных планирует направиться из города Дюнянь к скалам Досин. Скалы Досин? Скалы Досин – хорошее место. Повелитель, пока мы следуем за четвёркой избранных, найдётся шанс действовать. Ну-ну, ты правда готова меня слушаться? Ради мести. Я готова выполнить все ваши приказы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...